Туристам, приезжающим в Сицилию, обязательно следует посетить пляжи Палермо. Отдых на берегу Терренского моря по праву считается чем-то незабываемым. Долина города называется «Золотой раковиной», расположенной у подножия горы Сан-Пелегрино. Ее украшают цветущие сады с фруктовыми деревьями, а гордостью Палермо по праву могут считаться местные пляжи, отмеченные специальными знаками отличия Евросоюза за их чистоту и благоустройство. Многих туристов интересует вопрос, в Палермо на море какая погода? Город Палермо море окружает со всех сторон. Это самый главный город острова Сицилия, сетающийся негласно его столицей. Здесь самое длинное лето, которое продолжается с середины апреля месяца по середину декабря. Несмотря на то, что Палермо считается портовым городом, вода у побережья здесь одна из самых чистых. Италия считается лучшей страной для пляжного отдыха в Европе во многом благодаря пляжам Палермо, на которых необходимо побывать во время посещения Сицилии и искупаться в чистейшей прибрежной воде. Долину у подножия горы Сан-Пеллегрино, золотой раковиной, называют из-за большого количества цитрусовых плантаций, в которых она утопает. Город расположен на одной из важных и оживленных мировых магистралей. Именно поэтому здесь сменилось большое количество культур и государств. В начале нашего тысячелетия, в девяти, остров был захвачен арабскими завоевателями. Позже в портовый город Палермо морем пришли другие народы из Европы, оказавшие какое-то влияние на его архитектуру и культуру, французы, австрийцы, испанцы, итальянцы. Из-за того, что остров Сицилия много раз переходил из-под юрисдикции одного государства в другое, в нем намешано очень много стилей и культурных традиций. Только в Палермо туристы могут увидеть более 300 католических церквей в различных стилистических решениях. Главные исторические и культурные достопримечательности города находятся в его старой части на площадях Вильена и Притория. К ним можно также отнести местные природные красоты, среди которых выделяют местное побережье с песчаными пляжами. Поэтому пляжный отдых в Палермо пользуется популярностью у самих жителей этого города и туристов, приезжающих сюда со всех концов Европы на отдых. Важно, российским путешественникам, выбирающим между пляжным и экскурсионным отдыхом, необходимо посетить эти места, чтобы насладиться чистотой прибрежных вод и горячими лучами итальянского солнца. В городе много благоустроенных и очень чистых пляжей. Но самым чистым и комфортабельным считается в Палермо городской пляж Манделла. Он территориально расположен в небольшом одноименном городке, находящемся в 9 километрах от Палермо. Здесь есть бесплатная и платная зона. Катакомбы капуцинов в Палермо он тянется на 2 километра вдоль моря. За сезон здесь бывает огромное количество народа, в пиковый период на пляжах яблоку негде упасть. Несмотря на такую популярность этого места у любителей пляжного отдыха со всей Европы, городским властям удается сохранять чистоту прибрежных вод этого места на побережье, уникальный белоснежный песок, прибрежные пещеры и гроты. На заметку. На этом городском пляже есть туалеты, душевые и раздевалки. Планировка самого пляжа напоминает сектора в виде квадратов, за которыми следит определенный обслуживающий персонал. Посетители могут не только купаться. Находясь на пляже можно посещать кафе и рестораны, расположенные на его территории, с комфортом позагорать на лежаках и шезлонгах, заниматься дайвингом, кататься на катерах и яхтах, заниматься водными лыжами. Удивительно полезный для здоровья морской воздух и купание в чистых прибрежных водах придутся по душе людям любого возраста. Здесь очень пологий берег, поэтому даже маленькие дети смогут безопасно входить в воду. Следует также отметить привлекательность острова женщин, который, как показывает карта залива, находится неподалеку от пляжа Манделла. Он подойдет для любителей уединенного отдыха и загорания. Однако и сюда в мае месяце прибывает большое количество народу в связи с открытием пляжного фестиваля и заполняет пустующие окрестности. В это время жизнь здесь кипит через край, и каждый турист сможет хорошо и увлекательно провести свой отдых. Вторым местом, в котором любят загорать сами жители Палермо, считается пляж Терразини, находящийся в 34 километрах от города. Количество народа здесь не уменьшается до самого октября. Воспользоваться платными услугами может каждый отдыхающий. С весны по конец осени держится комфортная высокая температура. Здесь есть аквапарк, в котором очень крутые и высокие горки. Важно, для тех, кто решится посетить платную зону, нужно учитывать, что при покупке входного билета с утра он обойдется дороже, чем в обед. Оборудование будет выгоднее брать парой или компанией из нескольких человек, так как посетителям предлагаются на него скидки за мелкий опт. Еще одним популярным городским пляжем в Палермо считается пляж Чефалу, расположенный в одноименном населенном пункте. По мнению многих, это одно из самых красивых мест в Италии. Песчаная полоса тянется 15 километров. До пляжа от Палермо придется преодолеть 70 километров. Бархатный сезон приходится в Чефалу на сентябрь месяц. В целом здесь можно купаться с мая по октябрь. Прибрежная зона состоит не только из песчаных отмелей, но и из скалистых участков, где могут нырять дайверы. В городке Чефалу есть бесплатный пляж Лунгамари, где любят отдыхать местные жители и туристы с детьми. Места занимать нужно как можно быстрее, к концу утра место для шезлонга можно найти только в какой-нибудь широкой части этого пляжа. Важно, тем, кто отправляется на пляжи автобусом из Палермо, следует помнить о том, что в пробках можно простоять не менее 40 минут. Рейсовые автобусы ходят по этим маршрутам с промежутком в полтора часа. Для любителей подводной охоты, дайверов и ныряния следует выбирать пляж Капа Плая, который также находится неподалеку от Чефалу. Прибрежное дно здесь сразу обрывается у самого берега, каменный берег изрезан. Небольшие участки с песчаными и галечными пляжами обычно принадлежат прибрежным отелям. Молодежь чаще всего выбирает пляжи Соленелли, где в вечернее время часто проводят дискотеки и вечерние пати. Днем для посетителей могут организовать спортивные соревнования или иные подвижные игры на свежем воздухе. Палермо достопримечательности и музеи в городе до городского пляжа Монделла можно доехать автобусом номер 806, который отходит от остановки у театра Политиама. Время в пути составит 15-20 минут, когда нет пробок. В час пик ехать придется в два раза дольше. Важно, более отдаленные пляжи располагаются от Палермо на расстоянии в 40 километров. И более. Палермо с улицами и достопримечательностями карта на русском языке для удобства пляжного отдыха туристам предлагаются отели и виллы, расположенные на первой линии. Наиболее дорогими считаются отели с закрытыми пляжами, куда могут попасть только постояльцы. В них предлагают 4-5-звездочные номера. Для семейного отдыха можно заказать вблизи любого из представленных пляжей аренду номера в мини-отелях, расположенных рядом с тем или иным побережьем. Также на компанию из нескольких человек можно арендовать виллу в прибрежной зоне. Забронировать место для проживания во время отдыха можно сегодня на любом сайте, посвященном покупке билетов в Сицилию. Туристы из России смогут недорого позагорать в Италии на пляжах Палермо, если заранее составят маршрут следования и проведут предварительные расчеты. Здесь есть не только коммерческие пляжи и отели, но и комфортабельные бесплатные пляжи и номера для бюджетного отдыха, который подходит для семейных пар с детьми и молодежи.